Стратегический Путин, конечно, просчитался, как мы говорили до начала войны. Если начнет войну, то есть агрессию против Украины, это для него глобальный просчет. То есть это будет начало конца России. Но, конечно, через тяжелые жертвы это не так-то просто. Как многие аналитики говорили, что вот эта ситуация, которую мы имеем, но она не носит такого глобального характера. Там могут быть боевые действия только на Донбассе, а, соответственно, Киеве, другие регионы не будут захвачены. Путин посмотрел на эту ситуацию более глобально. Он решил, что необходимо менять режим в Киеве очень кардинально и оперативно. Поэтому 2-3 дня это для захвата основных стратегических объектов, включая руководство Украины, и 2 недели для того, чтобы охватить все территории Украины. Этот близклиж, как мы говорим, уже провалился. И, соответственно, меняется именно стратегия и тактика Российской Федерации. Сначала был шок в отношении поражений и больших потерь. Соответственно, отступление затем от Киева, Харьковской частично, особенно Черниговской и Сумской области. Это вторая составляющая, что показало, что Россия проигрывает и может быть в окружении. Поэтому отвод войск произошел на этой фазе, и на фазе активных противодействий наших вооруженных сил. И третья составляющая Донбасса, именно в этой ситуации, стал только одной из целей. Вторая составляющая, это, конечно, юг, пробить южный коридор. И поставили бы задачи на протяжении 2-3 недель на второй фазе провести такие наступательные операции и на Луганском, Донецком, Харьковском, Херсонском, Запорожском направлениях, и, конечно, в Одессе. Эта фаза тоже завершилась практически провалом, поэтому Путин, меняя сейчас тактику, хотя бы закрепиться на определенных рубежах, это географически Луганская область. И три дня назад Шойгу получил прямое указание от Путина на заседание Совета безопасности захватить Луганскую область, в первую очередь Северодонецк, Лисичанск, и, соответственно, завершить операции по Луганской области. Затем Донецкая область и, конечно, параллельно юг Украины. Это Херсонская, Запорожская область, и, конечно, расширить плацдарм по Харьковской, особенно в Изумском направлении, чтобы именно блокировать направление Славянска. В этой ситуации получилось и тут неэффективное действие, и поэтому мы говорим, что за три месяца боев, которые проходят сейчас, очень тяжелых и упорных, Россия не достигла ни одного остротейского и даже токийского приоритета. Да, они продвигались по некоторым направлениям в формате тактики. Это населенные пункты, выжженные, прямо подчеркиваю, это несколько километров, но они не перекрыли даже глобальные трассы. Сейчас делают погоду на Мариуполе, но она им достаточно чрезвычайно тяжело. За десятки тысяч убитых и раненых, тысячи уже практически, мы говорим, техники и военной амуниции уже уничтожено. Это первая победа, как мы говорим. В данной ситуации тоже полностью разрушенный город достался оккупанту, но это временное явление, и, конечно, уже мы смотрим, на какие стратегические направления мы можем сейчас нацелить усилия. То есть фаза наступила такая. Россия практически задействует последние резервы, поднимает из запасов хранения старую технику, даже 70-х годового, например, Т-62, БТР еще, я помню, БМП там и тому подобное, 70-х, 75-го, 78-го года. Это уже показано то, что резервы исчерпываются. Да, еще определенные резервы имеются ракетной техники, и тоже уже старые. Мы уже говорим, Х-22, это еще советские ракеты, которые не имеют точности и дальности такой прицельности боевых действий. Да, что они делают их, к сожалению, менее опасными, Николай Григорьевич. Да, очень опасные. Почему? Потому что они бьют не точно, бьют, как правило, по жилищной инфраструктуре, площадно. Ну и сейчас тактика поменялась в отношении наступательных операций России. Это, конечно, выжженная земля. Потому что тяжело, например, воевать в Северодонецке. Они показали, как это было сложно в Мариуполе, что гибли очень многие-многие оккупанты. Поэтому и по Северодонецку, и по СНО, и по другим идет именно очень мощный арт- и архитектургические обстрелы. Это очень, как бы, такая коварная тактика. Выжженная земля уничтожит все сооружения здания, всю живую силу, или даже гражданское население. А затем зайти на эти территории, считая, что мы уже не будем защищать уже полностью уничтоженную городскую инфраструктуру. Продолжение следует...